День добрый, дорогие зрители! Сегодня вас приветствует «Точка кипения» и мы прослушаем прекрасную лекцию о монументальном искусстве в новых медиа. И, соответственно, с нами будет сегодня спикер Анастасия Собелкина. Это преподаватель, это арт-критик, это сама художница. Поэтому, я думаю, вам всем будет интересно сравнить, что такое монументальное классическое искусство в нашем понимании. Каждый из вас знает и видел прекрасные мозаики в метрополитене, например, или та же прекрасная огромная архитектурная статуя, например, «Родина, мать зовёт». Это всё огромные монументальные проекты, которые влияют на наше восприятие и являются частью нашей истории и культуры. А сегодня мы хотим взглянуть немножко на то, как же монументальное искусство будет меняться завтра, что же станет актуальным и насколько это будет пластичным и удобным для нас. И поэтому для нас, как для художников, которые умеют видеть красивое, нужно немножко в данный момент взглянуть по-другому на потенциальные возможности технологий, которые они нам дарят для выражения нас самих. И сейчас я передам слово Анастасии, которая вам покажет эту аудиовизуальную лекцию, в которой будет много разных примеров современных, не только российских, но и мировых. Внимательно смотрите, и после лекции будет небольшое для вас задание творческое, чтобы вы могли немножко ближе взглянуть на эту тему с точки зрения творчества, чтобы вы могли реализовать в таком же стиле. Прошу, Анастасия, присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, добро пожаловать на лекцию. Меня зовут Анастасия Скобелкина, я независимый куратор, основатель медиалаборатории ОПУ-111, основатель фестиваля искусства новых медиа Метаксис, который проходит ежегодно уже три года подряд. Сейчас вы можете видеть фотографии с этого фестиваля. В октябре 2020 года он у нас проходил в Люмьер-Холле. Также я независимый художник, Света, организовываю выставки, сама делаю медиаинсталляции. Сейчас вы можете видеть фотографии с моей выставки. И активно стараюсь развивать искусство новых медиа в России, поддерживать современных медиахудожников и непосредственно обучать тому, как создавать современные произведения медиаискусства, как работать со светом, как понимать эти произведения и так далее. Сейчас перед вами некоторые мои проекты. Внимательно вы можете с ними ознакомиться на моем сайте. В конце лекции вы увидите ссылку на мой сайт. Также у меня разработаны масштабные полнокупольные проекты в Планетарии номер один, в Планетарии на Горьковской. Таким образом, стараюсь максимально развивать эту тему в России, так как мы немножечко отстаем, если сравнивать с остальным миром. Но тем не менее, зато у нас очень большие перспективы и очень большое поле для экспериментов. Сейчас вы еще видите небольшие мои проекты, которые можно увидеть в Инстаграме. Сейчас перед вами видео непосредственно занятий в нашей медиа-лаборатории. То есть мы работаем с крупными площадками и сразу учимся работать с различным оборудованием, которое размещается на этой площадке. И таким образом, после практических занятий, мы непосредственно переходим к созданию произведений и поддерживаем современных художников в реализации их идей. Сейчас перед вами проект, который мы делали на фасаде Иорданского Гатчинского дворца на фестивале «Ночь света» в Гатчине. То есть мы сотрудничаем активно со многими институциями российскими, со многими фестивалями. И таким образом также создаем возможность нашим ученикам сразу показывать свои проекты на каких-то масштабных мероприятиях. Данная лекция будет немного в необычном формате. То есть постоянно, когда я буду говорить вам о нашем предмете, вы будете видеть видео, которое будет либо в общих чертах показывать то, чем является медиа-искусство, либо непосредственно конкретные проекты избранные будут показаны, которые я предлагаю вам детально посмотреть, вникнуть в них и проанализировать. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое цифровое искусство, как оно развивается в наше время, что следует учитывать, анализируя его, и как создаются непосредственно произведения этого направления. В качестве примера мы будем рассматривать именно масштабные произведения искусства новых медиа. И сейчас вы уже можете видеть некоторые проекты, которые попадают в эту категорию. Вообще термин «искусство новых медиа» охватывает очень большое количество разнообразных практик создания художественных произведений. Является широкой категорией и существует на сегодняшний день уже в бесчисленном количестве форм. Но главное отличие в том, что в качестве основного материала мы используем в таких произведениях именно медиа-технологии. Что такое медиа-технология? Давайте тоже поговорим об этом подробнее. Термин тоже достаточно обширный, но сегодня, я уверена, уже понятны вам интуитивно. Для начала разберемся с понятием «медиа». Оно включает в себя способы передачи информации, а также образовываемую ими среду, то есть медиапространство. Технологии, в свою очередь, можно понимать как совокупность определенных методов, процессов, инструментов и материалов. И таким образом хочу обратить ваше внимание на то, что медиа-технологии могут означать синкретическую высокотехнологическую форму коммуникации. И по сути, многие произведения медиа-искусства современные, они подходят под это понятие нового вида коммуникации высокотехнологичной. Если говорить более простым языком, искусство новых медиа – высокотехнологичное направление, для создания которого требуется разнообразное оборудование, навыки управления этим оборудованием и одновременно способность творчески мыслить, использовать сложные машины для абстрактной подачи идей. Любопытно, хотя сама по себе технология наиболее материальна, подразумевает работу множества механизмов, километры проводов, разработка инструментов для создания таких произведений включает в себя сложные математические и физические измерения. Произведения, созданные на пересечении искусства и технологий, воплощают в себе наиболее эфемерный из всех видов искусств. Перед нами – темпоральное искусство света. Темпоральность играет ключевую роль в произведениях искусства новых медиа, потому что произведение медиа искусства существует только пока оно запущено, в то время, когда многие факторы поддерживают его функционирование каждую секунду работы. Одна из ключевых характеристик произведения медиа искусства также – это художественная виртуалистика, то есть качественно новый уровень воссоздания перцептивных и культурных слоев информации, в которых понятие гиперреальности является одним из базовых. То есть произведения медиа искусства обладают своей собственной реальностью, преобразуя настоящую. И в масштабных произведениях искусства новых медиа эта характерная черта особенно заметна. Как сейчас вы можете видеть в примере, с помощью произведения у нас трансформируется восприятие архитектурных форм этого здания. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить именно о масштабных монументальных произведениях медиа искусства, а также о очень концептуальных художественных проектах, разработанных с использованием самых передовых технологий. Мы будем говорить о произведениях, которые делают из реальности киберпространство, где любая конструкция программируема и потому изменчива, обладающая способностью реагировать на присутствие человека и словно выходить за пределы законов физического мира. Мы поговорим о произведениях, в которых сливаются воедино информационное и физическое пространство, которые формируют новую гибридную реальность. Поговорим о произведениях, которые впечатляют своей величиной, грандиозностью и концептуальностью. Перед нами будут проекты 3D-мэппинг, проекты лазерные, также полнокупольные проекты, масштабные инсталляции, в которых задействовано большое количество различного светового оборудования. И будем детально анализировать то, что мы с вами видим. Как, например, первое произведение, которое называется Deep Web. Сейчас, пожалуйста, поднимите громкость и предлагаю вам его немножко посмотреть. Перед вами проект, созданный в 2017 году. Это кинетическая аудиовизуальная инсталляция, перформанс, представленная в огромном помещении. Важной составляющей этого произведения является как визуальный материал, так и аудиальный. То есть они работают совместно и являются неотделимыми элементами. Перед нами трехмерная подвижная скульптура из света, которая собрана из 175 механизированных сфер и 12 мощных световых систем. Двигаясь сверху вниз, хореографически, синхронно с оригинальной многоканальной музыкальной партитурой, сферы освещаются вспышками красочных лучей, создавая трехмерные световые рисунки, которые визуально отсылают к структуре соединений всемирной паутины, что отсылает нас обратно к названию Deep Web. То есть напрямую отражает его концепцию и, можно сказать, помогает нам представить, как мы могли бы увидеть интернет, каким он бы мог выглядеть с помощью света. Этот проект был показан в Берлине, создан на основе программы Touch Designer, в которой мы также учим работать на наших курсах, то есть с помощью визуального программирования. Следующее произведение будет от этого же художника, и вы можете увидеть визуальные отсылки к предыдущему. Это произведение уже показано два года спустя, в 2019 году. Сейчас предлагаю вам его тоже внимательно посмотреть и послушать, и потом мы о нем поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Данная масштабная инсталляция является исследованием воздействия света и звука на восприятие человека. И в данном проекте художник по свету Кристофер Байдер и музыкант Каннио Грей создают аудиовизуальное повествование, которое основано на психоэволюционной теории эмоций Роберта Плутчика. В этой теории подробно рассматриваются восемь основных эмоций, если коротко говорить. И тут с помощью света и звука художники стараются создать такую атмосферу, которая в нас создает различные абсолютные эмоции. От печали, страха до радости. В данном проекте сочетаются кинетические зеркала. Они идеально синхронизированы с движущейся системой световых приборов, меняющейся цветовой палитрой и сложной многоканальной звуковой системой. Таким образом вызывая сенсорные и психологические реакции и предлагая нам инновационный способ переживания произведений искусства. Сейчас тоже поднимите громкость. Перед нами следующее произведение. Продолжение следует... Итак, что же это такое? Это инсталляция, которая учитывает спецификацию конкретного городского объекта. Ее название «Кинематоп» говорит нам о многомерном произведении, которое показывается на территории железнодорожного вокзала в Париже. И таким образом, с помощью света и звука, художники создают эффект движения, но уже на другом уровне. Таким образом, с помощью света и звука в инсталляции происходит активация этой железнодорожной станции без поезда. И мы начинаем ощущать движение совсем по-другому. Прежде чем мы будем с вами дальше говорить о различных произведениях, давайте сначала обсудим, как же мы можем воспринимать вообще в принципе эти произведения. Во-первых, как я уже говорила, вы можете, когда смотрите эти произведения, воспринимать их как новый способ высокотехнологичной формы коммуникации. И в данном случае непосредственно с художником. Во-вторых, вы можете воспринимать это произведение как некую новую гиперреальность, в которую вы попадаете, и если вы являетесь художником, подходить к созданию произведения как способу трансформации окружающего пространства за счет совмещения виртуального с реальным. Как в данном примере, с помощью света достаточно простая архитектурная конструкция приобретает совсем другой нарратив. Какие яркие отличительные черты? Ну, во-первых, это темпоральность тоже, как я уже говорила, то есть произведения существуют именно в определенный промежуток времени, когда запущены необходимые технологии. И также еще яркая отличительная черта — это одновременное сочетание эфемерности и материальности. Эфемерности мы достигаем с помощью именно света, потому что мы работаем с ним, а материальности — это те технологии, которые мы применяем. Эфемерности для закoux Играет музыка Какие ключевые точки могут выступать в качестве опоры для вашего понимания произведения? Во-первых, мы обращаем внимание на художественную формулу, то есть мы задумываемся, перед нами действительно художественный проект, либо это дизайн проект, либо демонстрация технологии, или коммерческий проект. То есть мы задаемся вопросом, какие средства художник использует в качестве основных элементов выразительности. То есть да, есть такой момент, что многие различные произведения не являются художественными, потому что они используют какие-то высокотехнологичные средства. То есть технологий, естественно, их недостаточно для того, чтобы создать художественное произведение. Следующий момент, на что вы можете обратить внимание, это мастерство автора. То есть вы можете задумываться о том, насколько технически сложная сборка проекта, какой ориентировочно потрачен бюджет на проект и так далее. И также вы можете обращать внимание на авторскую идентичность проекта. То есть вот, например, как первые два проекта, которые я показывала, можно с помощью них проследить то, что художник выбрал основные элементы для реализации своих идей, использует их и таким образом создает свой авторский стиль. Сейчас посмотрим следующее произведение и потом еще поговорим о том, на что мы можем опираться при анализе. Продолжение следует... Итак, что же это такое? Это не голограмма. Перед вами проекция на воду, создающая ощущение парящей генеративной графики в реальном мире, которая, в отличие от дополненной виртуальной реальности, не требует никаких гарнитур, специальных устройств и смартфонов. Свет проецируется на невидимые частицы воды, создавая в воздухе различные формы и нематериальные структуры. Это методика создания произведения авторское, средство ее воплощения созданное непосредственно им. Вот тут вы можете увидеть издалека, как это выглядит. Цитирую художника. Сейчас я разрабатываю методику, использующую сверхтонкие частицы воды, газ высокого давления и специально разработанные кастомные насадки для распыления, чтобы создавать настоящие объемные проекции и собирать большие световые инсталляции в общественных местах. Таким образом, данный проект может даже претендовать на звание Science Art проекта, так как тут у нас идет анализ взаимодействия научных явлений с технологичными средствами. Сейчас перед вами следующий масштабный проект, и аудиальный материал является очень важной его составляющей, поэтому сначала мы его внимательно посмотрим и послушаем. Можете сделать погромче. Продолжение следует... 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 Данный проект был показан в Гонконге в 2014 году. Называется «Альфа-Пульс». И с помощью этого проекта художник пытался создать, можно сказать, «Альфа-Пульс» города, обращаясь к жителям Гонконга непосредственно с помощью света, который проецировался на здании, различных установках. И также можно было стать частью этой инсталляции, подключив свой смартфон к этому произведению. И таким образом смартфон тоже пульсировал в общем ритме альфа-пульса и создавал такой звук. У, мне кажется, Николая, большое исследование на тему этого произведения. И я советую с этим более детально ознакомиться, если необходимо. Потом я смогу предоставить ссылку на все проекты и их опубликую в посте. И вы изучите это более детально. Сейчас перед нами следующий очень масштабный проект, который наиболее ярко раскрывает идею жидкой архитектуры. Давайте немного его посмотрим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Этот проект был показан в 2017 году. Сначала немного поговорим о его масштабах. Перед вами шатер площадью 5000 квадратных метров, палатка, обтянутая тканью, стена шириной 110 метров и высотой 9 метров. Этот проект был размещен в пустыне. И очень хорошо показывает нам то, как с помощью современных технологий архитектурные зрения могут наделяться способностью к визуальной трансформации, становясь таким образом относительной архитектурой с виртуальным нарративом. Физические здания превращаются в искусственный конструкт. И в мэппинг-проектах мы наблюдаем пересечение виртуального и реального. Сплавление воедино различных свойств обоих миров, перенесение свойств цифрового медиума в реальное пространство. Проекты такого плана дополняют представление о физическом мире и значительно его расширяют, создавая абсолютную иллюзорность материального мира. Сейчас вы можете видеть конструкции с проекторами, которые создавали весь этот визуальный эффект. И, как правило, для таких масштабных произведений уже требуется большая команда специалистов. И какую тенденцию мы можем заметить, то, что многие современные художники света, медиахудожники объединяются в различные студии и создают абсолютно разноплановые проекты. Вот как, например, перед вами сейчас работы студии Moment Factory. И сейчас посмотрите немного и об одном проекте мы тоже поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что же это за проект? В данном художественном произведении с помощью света архитектура словно наделяется виртуальной памятью, что вместе с названием раскрывает перед нами интересную концепцию. Наше общество в технологическую эпоху ориентировано на будущее и постоянное развитие. Часто говорят о том, чтобы люди не оглядывались назад, шли только вперед. Будущее означает прогресс, инновация. Данный проект словно временное короткое замыкание, которое захватывает наложение прошлого непосредственно, знания пантеона и будущего, которое мы реализуем с помощью визуального материала. С помощью инновационного архитектурного видеомэппинга, который вы сейчас как раз наблюдаете. И таким образом сам нарратив пантеона расширяется, и наше привычное его восприятие выходит за рамки. Также тут помимо проекции у нас используют световое оборудование, световые прожекторы, и они усиливают данный эффект. Сейчас вы можете видеть то, что с помощью лазерного оборудования словно стирается картинка, создавая эффект влияния на ту историю, которую мы формируем прямо сейчас. И еще также мы можем развить эту идею с той стороны, то, что мы не только объединяем современные технологии с каким-то историческим контекстом, создавая какие-то современные проекты, но мы также и формируем будущее, которое уже наступило. Будущее уже наступило, оно просто распределено неравномерно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы с вами немного поговорили о том, как мы можем, на что можем опираться при анализе произведения. И сейчас еще немного это продолжим. Важная точка опоры при анализе произведения – это также его концепция. То есть, содержит ли медиаинсталляция в себе какую-либо идею, поднимает ли она проблему, имеет ли свое повествование. То есть, задавайтесь вопросом, какой смысловой нагрузкой наделяется произведение. И еще очень важная точка опоры при анализе – это специализированные особенности направлений медиаискусства. Конечно, важно как можно больше смотреть и анализировать, потому что различные направления имеют свою спецификацию. И, например, данный проект аудиовизуальный, мы понимаем, что его важными составляющими является взаимодействие света со звуком. Важно, чтобы они были неотделимы и полноправными, так скажем, элементами произведения. Давайте его посмотрим и послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что особенно важно учитывать при анализе современного медиаискусства, то, что это особый формат произведений, который в первую очередь создает ситуацию. То есть, когда вы взаимодействуете с медиаинсталляцией, вы попадаете в среду нового типа, которая не могла бы существовать без действий медиахудожника. Таким образом, вот эта главная отличительная черта, то, что мы именно попадаем в новую ситуацию и создаем непосредственно новое пространство, когда работаем с произведениями такого плана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь немного подведем некоторые выводы и поговорим еще об общих чертах. Вы также для того, чтобы у вас более полно сложилось понимание, можете смотреть проекты, будет указано, в каких они студий художников. А сейчас я хочу поговорить с вами об таких более основополагающих вещах. То есть, сегодня творческое выражение не ограничивается, так скажем, физическими носителями. То есть, как раньше, для создания произведения обязательно требовались краски, холст и так далее. А сегодня мы можем выходить за эти рамки, создавая проекты в дополненной реальности, расширяя пространство с помощью... восприятие пространства с помощью света и так далее. Таким образом, цифровые технологии дают нам вот эту уникальную возможность создавать иллюзию физического расширения с помощью произведений искусства. И также еще очень важная черта многих произведений медиаискусства — это их автономность. То есть, медиахудожники создают алгоритмы, которые могут даже впоследствии эволюционировать, дальше развиваться уже без контроля художника. Также многие произведения могут развиваться с помощью зрителя. То есть, есть интерактивные медиаинсталляции, в которых очень важную роль играет зритель. И зритель становится соавтором художественного произведения, взаимодействуя с ним. Это, конечно, просто потрясающие возможности для художников. Теперь с помощью технологии мы можем максимально вовлекать зрителя в произведения и в новое пространство, которое сами формируем. И это, конечно же, очень вдохновляет. И это, конечно же, очень интересно. И важно, какую мы тенденцию можем отметить, то, что с помощью современных технологий искусство теперь получает больше способов объединяться непосредственно с наукой. И таким образом теперь мы можем создавать произведения, которые будут иметь значение и в научных областях. И сейчас перед вами подробная информация об одном из моих курсов, которые мы проводим в Sky University на базе Любер Холла и Планетария номер один. То есть в нашей медиа-лаборатории мы активно обучаем созданию произведений такого плана, который вы видели, и также другого плана. Вот сейчас вы можете видеть специализацию, которую мы обучаем. Как мы создаем такие проекты? Большая часть работы идет в программе, в различных программных обеспечениях. И, как правило, для создания таких произведений мы используем визуальное программирование. То есть это, можно сказать, новый этап развития языкового программирования. Мы управляем произведением не с помощью написания текста, а с помощью операторов. То есть визуальных блоков, которые мы составляем, создаем сами, дополняем, различными способами меняем. И таким образом создаем очень большое количество абсолютно различных направлений медиа-искусства. От генеративной графики до даже создания звука, реактивного, связанного непосредственно с картинкой. Ну и также до масштабного управления различными световыми концентрукциями. И еще отличительная особенность нашего курса, который мы проводим непосредственно по специализациям на базе «Полентария» и «Лювер Холла», то, что у нас есть технологическое обеспечение, которое мы можем использовать. И мы осуществляем поддержку нашим художникам и непосредственно быстрый старт. То есть те проекты, которые качественно реализованы, которые продуманы, когда мы видим заинтересованность от художника, мы его поддерживаем и предоставляем ему возможность показать свой проект на крупной площадке. То есть, например, на весь огромный купол «Полентария». И подробнее вы можете ознакомиться с этим на сайте, тоже у меня на сайте. Сейчас будет ссылка. Либо можете после инвекции задать вопросы или подойти ко мне напрямую с вопросами. Сейчас я хочу вам задать небольшое задание, которое потребует буквально 5 минут вашего времени. Оно позволит вам представить то, как бы вы могли развиваться в этом направлении. Вот тут ссылка на мой сайт, можете записать, потом посмотреть. Сейчас вам выйдут листочки с ручками. И, пожалуйста, выберите, во-первых, одно из направлений, которое вы увидели, которое вам больше всего понравилось. Например, вам понравился мэппинг на здание. То есть больше всего вам понравилась проекция на здании, его трансформация. Либо, может быть, вам больше понравилось, возможно, создание кинетической световой скульптуры. Вообще, выберите одно из направлений, которое было указано в примерах. Выпишите его. И после этого напишите два слова, которые содержат в себе то, что вас сейчас максимально интересует. Либо, может быть, тревожит. То есть, например, первое ключевое слово – экология. Второе ключевое слово – глич, эстетика ошибки визуальная. То есть вы пишите два слова, которые вас сейчас максимально как-то привлекают, интересуют, отображают все, что вас беспокоит. И таким образом у вас появится вот эта первая основа для идеи вашей возможной медиаинсталляции, либо какого-то другого медиапроекта. Сейчас пять минут на то, чтобы записать, подумать. И потом предлагаю озвучить получившиеся результаты. Так, ну, кажется, уже некоторые готовы. А кто бы хотел озвучить то, что у вас получилось? Не стесняйтесь, я могу как-то это прокомментировать, да, и даже подсказать, как возможно это реализовать при желании. Мне больше всего понравилось проектирование училища лета на годные частицы. И я написал дружбу и познание лета. Может, я с чем-то правильно понял, что вы будете писать, но написал это. Это интересно то, что, ну, тут слова выбраны немножечко обширные, да, если мы немного конкретизируем, что именно в дружбе или что именно в познании мира привлекает, тогда это позволит как-то направить. Но даже уже на основе вот этих трех выбранных как бы направлений можно представить то, что возможно сделать световую инсталляцию, да, которая будет, например, интерактивной. То есть на ней, например, представим, будут проецироваться силуэты зрителей, которые будут захватываться в режиме реального времени с помощью камеры. И таким образом она будет объединять как бы на основе своего визуального ряда зрителей, призывать их к взаимодействию непосредственно к движению. И можно еще вообще завернуть это так, то что, например, ну, в общем, когда мы создаем интерактивные инсталляции, мы можем выстраивать привязку либо к одному человеку, либо к нескольким. Мы можем даже на основе алгоритмов машинного обучения полностью просчитывать силуэт зрителя, его ключевые точки тела и привязывать к этим ключевым точкам изменения графики. И таким образом можно, например, сделать так, то что при соединении двух рук у нас будет запускаться там какой-то цвет, даже такие вещи. То есть тут фантазировать можно очень много. Есть ли у кого-то еще? Меня очень, ну, можно сказать, тронуло и погрузило в себя аудиовизуальные инсталляции с пластинами, которые были показаны и лучами, отражающимися от них. И проектирование вот на здание, на пантеон, прям очень здорово было. То есть как бы разобрано на внутренней месте, что ли, здание, ну, достаточно красиво выглядело. Вот, тема, которая меня интересует, это вот экология, как бы мейнстрима не изучала, и проблема насилия в мире. Вот, в разных областях, как к природе, к людям, к животным и вообще ко всему, что существует. То есть можно было какие-то контрасты показать, ну, то, что тронуло, почувствовать и... Да, можно это очень ярко, эти идеи реализовать. Как раз вот, если мы берем, например, первый тип, когда мы с помощью света и звука создаем атмосферу, то вот как в том проекте, да, можно прямо создавать нагнетение, как бы, определенных эмоций. И потом, как бы, можно сказать, через какой-то... Проходя через какую-то кульминацию их разрешения в другие виды эмоций. Также можно, да, это реализовать, вот если, например, мы говорим созданием, да, показывать его разрушение и как-то связывать это с действиями человека, да, чтобы потом вздумывался. Но я считаю, очень важно, если мы показываем какие-то такие проблемные зоны, также показывать выход из них, вот, чтобы, да, у людей была направленность хорошая. Потому что есть такая тенденция среди современных художников, очень любят вот уйти прямо в такой вот дарк, нагнетать максимально, потому что ты потом сходишь, посмотришь инсталляцию, чувствуешь себя опустошенным. Но я думаю, то, что у медиаискусства, у светового искусства гораздо больше возможностей не только опустошать, да, но наоборот, как бы вдохновлять и поднимать человека абсолютно на новый уровень как бы мысли, восприятия и действий. Поэтому я думаю, это мощный инструмент, который важно использовать грамотно. И раз уж есть исследования насчёт того, какие эмоции вызывает данная голограмма, данный вид искусства, то тут возникает, конечно же, простенький такой вопрос здравоохранения. Были ли исследования на тему, насколько это безопасно для мозга? Ведь движущийся свет — это довольно сильный триггер. И монументальное медиатехнологическое искусство, оно затрагивает и случайного зрителя, к сожалению. То есть если, когда мы приходим там в музей или закрытое пространство, мы покупаем билет, но когда мы идём под мостом и вдруг видим белый свет, который движется на тебя, ты уже тут коньки можешь отбросить, поэтому и так как границы растираются, это довольно эфемерное 3D-искусство, можно вызвать и эпилепсию, и насколько это тогда уже согласовано с государством. То есть вопрос, да, наверное, насчёт того, раз это искусство только развивается, сколько уже было исследований на тему воздействия на мозг? Ну тут скорее исследования в области науки, да, и когда художник создает своё произведение, ему важно это учитывать. Да, если неаккуратно работать со светом, то можно навредить. И в том числе, особенно когда мы используем такую агрессивную подачу света, можно вызвать припадки эпилепсии и так далее, лазерами можно обжечь. То есть это всё очень важно учитывать художнику. И поэтому медиахудожник, он, можно сказать, мультидисциплинарный специалист. То есть ему важно, во-первых, творческие мысли, во-вторых, понимать, как технологически это устроено, как это программируется, и в-третьих, конечно же, учитывать психологию, физическое влияние на света, на человека и так далее. Исследований много, тут много исследований отдельно по влиянию цвета, на восприятие, отдельно на влияние различных световых импульсов, различной направленности. То есть это уже больше наука, но я всегда тоже призываю начинающих художников это учитывать. Многие, кстати, делают ставку на такой ошеломляющий эффект. Да, это имеет место быть, но если это используется, важно об этом предупреждать. То есть, как правило, когда мы используем проекты в городской среде, они всегда проходят большое количество различных согласований административного плана, где все эти вещи обговариваются, учитываются. И, конечно же, на широкую публику проекты, которые могут вызвать припадок эпилепсии, показаны не будут. То есть они всегда в закрытом пространстве и всегда с предупреждениями. То есть всегда, да, это важно учитывать очень художнику, это очень правильный вопрос. Анастасия, спасибо большое за прекрасную лекцию, мне все очень понравилось, интересно. Но все-таки пока еще есть немного вопросов, которые я бы хотела вам задать и спросить. В первую очередь меня интересует вообще сам рынок. Что это такое, откуда он появился, когда примерно он пришел к нам в Россию, и как вообще себя ведет, это устойчивый тренд или что-то такое, раз, вау, эффект на сегодня-завтра. Немножко поподробнее, если можно. Сейчас это становится уже более устойчивым трендом. То есть особенно за последние пять лет мы можем наблюдать активное развитие и задействование медиаискусства в различных коммерческих сферах. То есть как минимум это все что угодно, от световых шоу до представления продуктов, автомобилей и так далее. Сейчас очень любят какие-то новинки, представляют с использованием современных световых технологий. И привлекают к этому активных художников. Также мы можем наблюдать активное развитие фестивалей медиаискусства, и в том числе интегрирование произведений медиаискусства в городскую среду. То есть и в городской среде у нас фестиваль проходит, и какие-то есть частные истории, когда тоже различный бизнес хочет больше привлечь к себе клиентов. Он делает, например, мэппинг на здание на регулярной основе. То есть такие мы можем наблюдать тенденции. И сейчас они все больше радуют, потому что действительно начинают все больше развиваться. Если мы, конечно же, посмотрим за рубеж, там уже это, ну вот в Японии, в Америке, в Европе очень развито. И уже даже редко какое-то событие проходит без интеграции медиа-произведений. В него очень много, в том числе государственных университетов, которые уже учат и практики, и теории в этом направлении. То есть мир все больше захватывает медиаискусство. Ну, это понятно и очевидно, потому что даже если посмотреть, то свет и тень, тьма — это пугающее что-то, и свет — это дающая надежду, радость. Можно, например, в каком-то мере я бы сравнила с изобретением фейерверков, когда это произошло уже сотни или тысячи лет назад. И мы до сих пор любуемся этим прекрасным световым шоу. Собственно, здесь это некий управляемый световое шоу, которое мы можем заставить работать на нас, на потребителя. И второй вопрос, наверное, который я бы за сегодня задала. Вот вы говорите, что это достаточно крупные проекты, и, наверное, здесь пугают два слова. Первое слово — это программирование. Когда вы произносили, что для этих сложных проектов художнику нужно не только создавать образ, визуальную идею, вкладывать туда некую концепцию, но и заниматься таким вещью, как программирование. Расскажите немножко подробнее, что же вот это вот такое за визуальное программирование, о котором вы говорили. Работает ли художник один или работает он в команде? Как это происходит? Вот этот вот немножко процесс. Немножко приоткройте нам шторку. На данный момент существует большое количество разнообразных программ, которые мы можем использовать для достижения различных целей в сфере медиаискусства. То есть, например, есть программы, которые непосредственно направлены на мэппинг, то есть на создание проекции, на здание, учитывание его архитектурных форм быстро и объединение нескольких проекторов. То есть сейчас уже очень много специализированного программного обеспечения. Есть программы, которые объединяют в себе большое количество возможностей. Вот, например, Touch Designer, в котором мы учим работать в нашей медиа-лаборатории. В этой программе можно, манипулируя визуальными блоками, то есть, грубо говоря, как кубиками Lego, которые содержат в себе код, можно ими манипулируя создавать либо генеративную графику, либо проекты в виртуальной реальности. Либо также, манипулируя операторами, вот этими блоками, управлять уже каким-то специализированным оборудованием. То есть программа охватывает очень большое количество направлений и так далее. Есть программы, которые больше направлены на создание красивой графики. Есть, которые больше направлены на управление световым оборудованием и так далее. Вот, то есть сейчас на данный момент различные компании создают инструменты для того, чтобы художники или просто художники, да, дизайнеры могли реализовать свои идеи. И сейчас очень большой выбор, в том числе и бесплатных программ, вот даже этот тач-дизайнер, вот мы его можем проходить в режиме обучения бесплатно. И это, конечно, открывает большие возможности. Вот, и в данном случае не стоит пугаться вот этого слова программирования, потому что оно очень понятное, потому что мы визуально им управляем. То есть как раз тем, кому сложно запоминать новый язык, и особенно язык программирования, это очень поможет. Кому более гуманитарные складма. Вот, и поэтому тут вообще не стоит этого бояться. Вот даже в конце первого занятия нашей лаборатории мы уже создаем первый проект, записываем его, хотя начинаем с самых основ. То есть к нам можно приходить абсолютно, не знаю, вот это визуальное программирование. Мы обучим и интерфейсу, и тому, как управлять всем в программе, и тому, как что-то создавать. Поэтому тут все очень доступно. Еще немножко, вот, вдобавок к программированию и программному языку, ну, соответственно, ну, вот, визуальному программированию и настройке вот этих вот всех программ, работе в программной среде, какие еще компетенции и навыки должны быть у студента. Потому что, насколько я понимаю, там приходится работать с оборудованием, и нужно немножко в нем понимать. Правильно я? Вообще, конечно, чем больше вы будете знать, тем больше это вам поможет. В том числе интересное наблюдение, то, что не обязательно знать узкую спецификацию работы оборудования и так далее. Если у вас даже какие-то свои навыки, например, вы знаете, как влияет свет на настроение, вы можете это применять в своих проектах и таким образом добавляя им индивидуальность, свой личный подход. То есть, по сути, можно начать абсолютно с любым бэкграундом. Вы можете к нам прийти, и мы объясним, как включается проектор, технику безопасности и так далее. В принципе, это все можно очень быстро изучить. Какое-то более сложное оборудование, естественно, требует от себя в том, чтобы в нем лучше разбирались. То есть, когда мы работаем с лазерами, например, их очень легко сжечь, хотя это дорогостоящее оборудование. Поэтому тут, когда мы работаем уже с более сложными системами, важно учитывать их спецификацию. И, как правило, мы для этого привлекаем уже специалистов технического плана. Конечно, если у вас будет бэкграунд, можно сказать, инженера, это вам очень поможет. Вы даже сможете сами создавать какие-то устройства при желании уникальные. То есть, например, сейчас очень популярный художник Втол, который создает свои роботизированные скульптуры. И даже недавно, в прошлом году, его работу купила Третьяковская галерея. То есть, ваши навыки, они помогут вам создать вашу индивидуальность и ее развить. Но вообще можно начинать абсолютно с нуля. Даже у меня есть один ученик, который вообще отпек до этого хлеб. Но пришел, его так все это вдохновило, и он стал популярным сейчас аудиовизуальным художником. Да, очень интересно. Вот то, что это новая среда, это открывает такие возможности. Вот, например, наверное, что бы я еще спросила. Чем-то мне, когда я смотрела все эти инсталляции, помимо того, что они создают определенную эмоциональную среду, она мне чем-то напомнила игрушки. Ну, то есть, игрушка из компьютера, ожившая в реальности. Вот, как вы думаете, вообще в перспективе это как-то... Ну, то есть, может ли пространство становиться... Ну, то есть, может ли игра перетекать в жизнь? И вот это вот, ну, то есть, пространство не просто остановится игровым неким пространством или что-то такое. Ну, вот, объединяться виртуально пространство и реально. Или как вот это вот развитие, объединение двух виртуальной среды и реальной вы видите или нет? или потенциально какие способы развития помимо только помимо искусства помимо коммерческого приложения есть ли еще какие-то другие выходы для этих вещей это однозначно получит мощное развитие уже в ближайшее время то есть я думаю в течение нескольких лет как только дополнена реальности более доступны те же очки дополненной реальности все это начнет выходить в нашу можно сказать бытовую повседневность и виртуалистика будет наполнять нашу реальность все больше и больше и поэтому тут огромные перспективы и мы можем использовать вот данные подходы трансформации реальности абсолютно разнообразными способами то есть даже сейчас уже в образовательных целях применяются такие технологии и помогают лучше усвоить материал обучающимся также например медицинской сфере используются роботизированные технологии то есть мы не ограничены каким-то одним направлением тут все вы просто в фантазии человека то есть как захочется можно в принципе придумать как объединить это с нашей реальностью перспективы огромные ну да то есть это некое направление для мечтателей и еще тогда один вопрос я наверное вам задам сейчас по поводу проектов вот вы говорите но это первое занятие мы уже знакомимся начинаем воплощать в реальность вот что-то такое простое для каждого чтобы люди могли попробовать и понять да вот проект на коленке это из чего он состоит ну то есть примерно что же вы знакомитесь с какими первыми озами вот я хочу понять что такое вот новые медиа да как работает это чтобы человек мог вот чтобы вы могли посоветовать ему попробовать я ну во-первых советую зайти как меню вконтакте в нашу группу опус 111 потому что там и периодически публикуем тоже открытые уроки в том числе как можно быстро освоить интерфейс программы и что-то в ней создавать вот на первом но все у нас всегда начинается конечно же с визуального материала то есть все равно так так как нам надо что-то проецировать условно говоря нам надо создать то что мы отправили на проекцию и потом можно учимся наделять это каким-то нарративом использовать датчики какие-то устройства для того чтобы делать проект более сложным вот но все начинается именно с визуального материала хорошо а визуальный материал вы создаете уже в трехмерном пространстве правильно я понимаю ну то есть трехмерный двухмерная среда уже в программе ну то есть и какие программы зачастую вот например используется для создания вот есть программы которые направлены на особую спецификацию например если вы хотите больше создавать модели это грубо говоря скульптурные формы или какие-то статичные пространства то cinema 4d конечно же свету если вы больше хотите создавать графику там для игр то это unity то есть вот такие различные спецификации есть тут все можно быстро загуглить найти все зависит именно от ваших целей но если вы хотите если вы хотите например быстро создавать аудио реактивную графику то есть например запускать грубо говоря композицию и чтобы графика реагировала на звук тогда резолю вам подойдет то есть есть вот прям уже по такое классификация программное обеспечение вот есть объединяющие вот такие как тач дизайнер в котором работаем почему его выбрали потому что там можно как можно больше цели достичь 4v тоже похоже даже дизайнер но она более сложная она больше для программистов которые как раз языками так скажем мысли вот поэтому так как бы можно загуглить вести задачу программное обеспечение вы все это найдете все уже открыто и многие программы бесплатном доступе особенно в начале и можно их использовать понятно спасибо большое анастасия все было очень интересным рассказали очень подробно и осветили практически все наверно самые сложные моменты вот поэтому благодарю вас за сегодняшнее мероприятие за вашу лекцию